В последних людей в руках у него возоберительная грамота и сидит ворубь рыба в щелку. Подходите, угощайтесь. Здесь знакомы с убранствами и с ихматом народов севера. Это хан, немцы и комики. Прошу следовать за мной. Проходите, это перестяной чуг. Женские ягушки, такие же меховые и суконные, бисезонные или летние варианты. Вы видите, что убранство чума у нас здесь, самое главное, это шесты, которые основу чума имеют и половицы. Представлены из избы князя Тайшина экспонатом. Это вот гриванная посуда. И сихерки, которые жили когда-то в земле, именився маленькие древние мамонты, были, жили с ними и оберегали. Вот художник вылил дерево. Маленькие человечки, сихерки, сихерки, сихерки. Старые ненцы пришли от белого волоса. Ненцы? Дальше, если мы придем, у нас встречают женские аркиши. Украшения, 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 украшения с одного места до другого, перевозить маленького ребенка или даже несколько маленьких детей, чтобы при езде дети не выкладывали булька дальше. Дальше, если пройдем, то увидим двуковые аркиши. Сюда складывается еда, мясо, рыба в зимнее время, вот как сейчас. Оно не портится и остается свежим мороженым. А в летний период уже складываются туда консервы, которые могут закупать, проезжая поселки или города, семьи. Такие продукты, которые могут закупать, которые могут закупать. Они друг за другом завязаны. Женщина управляет арбюшом своим и с детками елит. А вот в холодильнике. И вот, в принципе, самая терминация будет загруженная шестами, половицами и циновками. Все, что такое длинное имеет, будет прицепчено на самый последний, чтобы при поворотах было удобно. Если мы посмотрим вот на скелет, вот как его называют, скелет суматом, вот что увидим. Там вначале, в первую очередь, устилают полы, доски выкладывают таким образом, чтобы получился круг. Затем устанавливают железный частяной лист посередине, ставят печь, устанавливают трубу. И потом уже от трубы ориентируются в слабые трески, а тут шеста, которые наверху связаны с веревкой. Затем укладываются остальные шесты, и таким образом получается конус. Между шестами примерно одинаковое расстояние. Затем подвязываются пологи, это внутренние стенки, которые потом образуют дополнительную стенку в комнате. Устилается циночка и натягиваются нюки. Вот такое вот покрытие. Два ручка, если представить трапецию, и ее не слепая, то это будет один пиктор. На один такой чул выходит 50, 50, 70, может быть 70 и до 100 оленей. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Первый челли, кабия, кабия, он толпы дай челли, кумен. Продолжение следует... Продолжение следует... Наша коллега, это была песня на селькубском языке. Праздничная песня, приветствую я вас. После того, как установили те элементы, которые я вам рассказывала на улице, полог, и разворачивая вот эту вот трубочку, уже вот, скань опускается, таким образом получается стенка. После того, как полог привязан, укладываю циновку из перестяных прутьев, затем циновкой из сушеной травы, целом, затем идут шкуры и уже индиционные подушки. Вот. Здесь в чем его можете увидеть? Шки сумочки. Каждая женщина-мастерица должна уметь шить, потому как она обшивает все свое смейство. Наряды, летние, зимние, постельные принадлежности, сумочки. Вот эта сумочка-туча. Есть большие сумки, урхвар, хозяйственные сумки. Вот в этой сумочке будут лежать у женщины швейные принадлежности, игольницы. И вот по размеру женщина уже знает, в какой сумочке что может лежать. Украшают ее бусинками, медальонами, копытцами, клювиками. Надо украшать. А вот холодно довольно здесь. То есть, в принципе, вот такая температура и будет, да? То есть, как же пара так за рта идет, значит, уже нуля будет где-то. Нет. Нет, температура здесь сохраняется, как и в обычном доме. Просто немножко печь потухла, поэтому так паренько. А так печь то пищи ее... То жаро. И люди раздеваются, то есть и в хозяйстве. Ну, женщины пришли, сняли верхнюю одежду, повешили. И ходят в национальных платьях. То есть, даже настоящий чум, он намного больше будет, чем у нас. Намного больше? Ну, по шире диаметром, чтобы семья поместилась. Ну, людям, ну, как сейчас, у кого-то. И печки даже побольше, потому что на печке основываются 2 джинги, на всю семью готовили еду. Могуришь. Вот. Но столы, лавочки, вот как они есть по высоте, они такие будут. Потому что, представьте себе, стол высотой 60 сантиметров укладывать на арт, как вести, это чуть-чуть непрактично. Народу Севера все, ну, все к практичности и к экологичности. Понятно, что современное время, а сейчас все технологии, они вплетаются, цивилизация зашла в Кочеве в жизни, и бензиновые генераторы сейчас, и у немцев, и у Кань, и у Кань с собой вместе, и они подключают и фланшеты, и электрические, чайники могут возить. То есть, современность, она вошла, и она сейчас немного облегчает работу в тундре. Но Кослаев все равно на оленях, да? Кослаев, да, кослаев несколько семей, у них стадо объединенные, вот, и вместе, потому что голов от пяти от семей даже выше бывает 13 тысяч голов, то есть одна семья можно это все смотреть, да. Женщина – это бык, это одежда, это еда, это тепло, теплое, чак горячий. Мужчина – это охота, рыбалка, это вот добыча, а дети – это преемники той жизни, которую ведут их родители, предки, и вот передается. Детей из тундры забирают на обучение в интернаты. Часть детей остается в тундре, чтобы учиться тому, что, как делать. Мальчики с папами умеют учиться тензян бросать, чтобы ловить оленя, затачивать, готовить делать первый ножик, делать нарты. То есть все то, что из дерева сделано, надо заготавливать шесты, потому что вот это мужская работа. Женская работа, вот, как я говорила, обшить, накормить, согреть и растить потомство. С женщиной девочка учится первый раз шить, сначала начинает пуколки национальные готовить, им одежду шить, затем начинаются уже свои какие-то наряды, платьишки, потом лягушки. Если обратить внимание, то орнаменты у народов севера не имеют закругленной формы, они все геометрической формы. И женщина вот маленьким ножичком деревянным, с деревянной рукавиаткой, коротким таким лезвием под прямым углом в условиях севера вырезает орнаменты и нашивает друг с другом каждый раз, обновляя одежду, потому что шерсть в шкуре снашивается. Женщина обновляет одежду весной. Каждый год проходит у нас масштабные праздники Дня Еленевода, и вот там мастерицы как раз-таки выставляют свои одежды. Всю семью обшивают к этому празднику, а эта работа аж целая. То есть прошел День Еленевода, она начинает шить новая. На следующий год, помимо того, что нужно хозяйство вести, нужно еще шкуру выделывать, обрабатывать. Это целый такой процесс. Заготовка мяса и забойка оленей у нас начинается в осенний период, когда шкура оленя такая вот плотная, потому что оленька весенне-летняя в тот период никогда не делали забойку, чтобы за лето оленя нагуляли, стали плотными, сильными, крепкими. Вот, и такая вот сложная работа. Дети, которые выучились в интернате, допустим, поступают в среднее специальное учебное заведение или высшее учебное заведение. И вот малый процент, ну может быть 30-40 процентов возвращаются обратно в тундр, чтобы продолжить дело родителей. Остальные затягивает цивилизация, легкость жизни, доступность, вот это вот все. То есть в тундре по сравнению с жизнью в городе намного сложнее, потому что нужно добыть воду. Электричества нет, то есть, ну понятно, генератор поставили, лампу, это тоже надо. Здесь заезжает бензин. Дрова надо заготовить, то есть сырые дрова гореть не будут, нужно быть сухие. Это постоянная работа. Это глупый вопрос, но как все не покушаются на более легкую жизнь? Почему вот эта традиция настолько сильна? Ну просто, как вы думаете? Ну это воспитание такое вот. Северные народы, они скромные, и они когда не будут где-то впереди планеты всей, там рваться, еще что-то. Вот у них свое есть, они свое сохраняют, берегут. И вот это прививают с детства своим детям, чтобы, что есть у тебя, да, бережно отнеситься к земле, на которой ты живешь. То есть, оленя уважать, потому что оленя-то дом, еда, одежда и транспорт. То есть, нет оленя, ничего как бы и не будет, да. Собаку тоже свою оленеводы любят и будут ценить, и бережно отнесут. Если холодно на улице, в чем запустят? Потому что собака, это первая помощница у оленевода, спасает, если, допустим, стадо балков могут там ставить. И на нарты иногда могут собачке разрешить, да, посидеть, когда холодно на улице, чтобы не на снегу в тундра пожать, чтобы тундра открытая, витра сильная, то есть, вот, берегут. Вопрос еще, а вот я смотрю, что здесь сукно все-таки, да, изнутри? Да, да. Это так делается? То есть, не прямо шею шкуру? Покрытие сначала, тканевое покрытие, потому что если вот тканевое оставить и снять миховую покрышку, будет холодно. Ткань же, она, если вот ее под микроскопом искрыть, там она же будет иметь щели. А вот сверху покрывают олени покрышки, ники. Если ветреная погода, это заснеженная, еще маленькая такая деталь называется тюсер. Вот, ее дополнительно натягиваю там, чтобы отверстие уменьшить. А, значит, она вроде флажка, такая на палке. Нет, нет, нет. Не в тюсер. Это вот такая маленькая, тоже маленькая изогнутая тропинция. Ну, если она там, наверное, нет, у меня просто во дворе тоже стоит, правда, ну, не чум, а чидыр, алтайский вариант. И у алтайцев, у них просто такая длинная палка, она привалена к стене, и там кусок ткани, вот так раз, оп, натянул, прикрыл это отверстие вентиляционное. А тут вот отдельно, вот тюсер, отдельная такая маленькая покрышечка. Тюсер, какое-то немецкое название. Ненецкое. А, это звучит как немецкое. Ну, это быту тоже могут они перевозить с собой вот такие вот вещи, которые облегчают немного. Там и на улицу в летний период поставить. Но у нас здесь стоит, потому что завтра у нас будет мероприятие, называется мастер-класс «Чумовые шанги». Когда группы организованно приезжают, они учатся делать шанги в чумовых условиях. То есть каким образом? Чумовых. Есть духовка, обычно мучное изделие запекается с двух сторон, да. И вот таким же образом мы знакомим, замешиваем детство. Люди делают ватрушки, заготавливают с начиночкой. Затем на алюминиевый тазик выкладываются прям горячие угли, решеточка, сковородка. На сковородку уже булочки, ватрушки и наши шанги кладутся. И под печку, из двух сторон оно запекается. А бубны каждая семья сами делают? Или это шаман как? Бубны мужчины делают. То есть не надо ничего специального, просто взял и сделал? Ну нет, это, конечно, не каждый делает. Но, Маша, расскажешь, чтобы сделать, ну это такая работа. Да, не каждый мастер сможет сделать бубен. Это обычно всегда есть определенный человек, который занимается этим, который с детства уже навыки нарабатывает по покрытию, обшивке, по выделке именно соления шкуры, кожи точнее. Поэтому, конечно, у каждого есть свой мастер. Если в семье такого нет мастера, то обязательно обращаются к соседям. Да, в основном бубен используется в песнях, в танцах, в песнях, также для веселья. Ну, обычный, можно сказать, инструмент чумовой. А фольклор собирают, записывают? То есть есть возможность послушать? У нас здесь, если только в поселок зайти к носителям культуры, да, к носителям языка, чтобы вот фольклор... Я знаю, что в окружном центре национальных культур есть те, кто ездят. Китай, я имею в виду, уже записанные... Вообще есть, да, база фольклора есть, то есть экспедиции, допустим, по северу или по югу, допустим, у Ханты, у Силькупа, в Силькуп, малочисленный народ, они меньше, чем у Ненцев и Ханты. То есть их там вообще даже меньше ста. Да, наш народ проживает в таежных лесах, можно сказать, и у нас чум не используется в обычной жизни, у нас землянки. Землянки у них, да. Да, а чум относятся только к у Незерянам, Ханты и Ненцам. А у нас землянки, потому что мы в других условиях. Уже, да. Но платье, если, допустим, обратить внимание, вот мы по северу, может быть, в выставочный зал, сегодня открылась выставка, работа Анжелы Вальгамовой, она представитель народа Ханты, и она дает предпочтение пошиву Ханты югорской стороны. То есть югра, это южнее, чем наша территория, и у них по крови здесь совершенно другой. То есть, но где-то народ Ханты и вот Силькупа может быть там где-то вот чуть-чуть сходство иметь по покрою одежды. Знаю, что вот у татары и у Ханты около 600 одинаковых слов, но разное значение. То есть это вот такие народы, которые соседствуют, но при этом имеют свое значение. Как бы и перенятие друг друга, вот при соседствах посмотреть, если вот, то можно посмотреть. Сибирские татары будут немного походить по костюмам с Ханты, с южными. То есть такого плана. Вопросы еще какие-то? Бубин так и называется, Бубин, или какое-то есть у него название? Ну, может, свое традиционное какое-то. Бубин и колотушка. А на чем еще играли? Какие еще инструменты? Народы Ханты, у них есть щепковые инструменты. Это Нарсьюх деревянное. Оно может быть слегка походить, ну, по системе похоже на госли, только сама основа вводит форму чуть-чуть другую. Еще раз назовите название. Нарсьюх. Нарсьюх. Также кладется инструмент на колени и перебираются струны. Вот, по-моему, там три или четыре струны на этом инструменте. Ага. Вот. Так, какие еще инструменты? Варган. Правильно, варган здесь. Варган, да. Варган. А что-то из духовых? Духовых нет инструментов. То есть, горловое пение только. Ясно, ясно. Горловое пение, это уже, да, то есть не каждый может этим обладать. Здесь музеи есть какие-то, ну, вот, варган или что-то представленное из музыкальных, да? Есть, варган, сувенир на лавке, да, можно. Здорово. Так, головому пению как учат, то есть еду с какого-то вастрого или... Это дар, это дар свыше, если дано, и это даже вот взять, ну, чтобы обладать этим, мне кажется, долго нужно тренироваться. Не каждый сможет, это же нагрузка на связки. Ну, тренируется каждый сам по себе. Каждый пробует. Если есть предположенность к этому, то, да, конечно, ну, старики и бабушки, они, вот, ненцы, яроц поют. То есть, это песня, которая не имеет начала, ну, имеет начало, но нет конца, потому что она сочиняется на ходу. Яроцка говорят, что вижу, что пою. Вот, яроц, длинные песни, песня жизни, можно по-другому назвать. Вот, то есть, как начнет, и вот, что у него сегодня было, происходило в жизни, вот он может это напевать, иметь такое монотонное на-на-на-на-на-на-на, вот, такого может быть. Хором поют? Нет, такого хором нет, потому что у каждого человека своя песня. Мы показывали в Тору, когда в Тору, да, такая... Это вот Елена Хабиевна и Татьяна Лара, да, вот это, ну, это же не хор, хор, когда это больше рейсмичный. Я понимаю просто к тому, что это очень интересно. Ну, да, это уже перенятие, да, такое есть. Вот, но сейчас в жизни, как все, в современном гаджете все приходят там. Поэтому полагаться, что надо на текст на кругу. Ну, так, что не столько семей собрались и там поют такого-то... Нет, 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 менталитет разный, вот, допустим, вы сравниваете с русским, да, с русской жизнью, и то... Тут чуть-чуть немного, то есть больше сакральности, обособленности, но при этом ценится семья, вот вместе потому что один ты не поставишь надо уже три четыре человека один в тундре не прошу раздвину в том что все жили в одном пространстве и сильно пить сильно много чего то это кто-то спит кто то что а говорили же что у каждой семьи свои песни не имеют права петь дай пейса я говорю песни своей жизни передавать можно по наследству то есть если кто то сошел бабушки может пить ее и уже это первое свои куплеты расплетение судьбы жизни вот еще вопросы а сейчас шаманы есть шаманы есть но как раз таки такой вот вопрос закрытый шаманизм это же очень трудно то есть и люди они шаман будет жить отдельно в чуме то есть вместе к слайдам будет в чуме один находиться жить потому что то что он перенимает связь с богами да с этими духами это очень большая работа с энергетикой и восстановление энергии то есть и обмен как раз и общение с обычными да с членами семьи это тоже как бы энергетика и чтобы после общения допустим с духами умерших да нужно очищение потом уже общаться чтобы не было вот этой связи между духами через шамана с другими членами семьи которые живут то есть вот так но он на благо вот это не как вот допустим там расскажи мне что будет впереди то есть он скорее всего это предсказание какой-то погоды смотреть по поведению там оберегать оберегательную функцию лечения да то есть вот здесь такое не узнать что будет впереди а уже сберечь сохранить вот это вот такой вот спасибо большое больше всех знает больше всего умеет да а не разрешают записывать на видео какие-то нет это нет конечно даже есть вот у народа ханты мой парьян праздник праздник медвежий и это вот один из праздников который имеется крайний смысл и присутствуют только мужчины мужчины одевают на лицебрестяные маски для того чтобы младший брат медведь не видел их лица они почитают эту шкуру этого животного да закрывают ему глазки монетками на нос монетки чтобы не видел запах человека чтобы потом в дальнейшем не нападать на человека и устраивать танцы перед школой то есть он длится несколько дней и только мужчине у мужчин всегда рукавицы маски берестяные обязательно орнаменты вот эти обережные и вот на праздники только мужчины то есть эти праздники проходят не в туристическом формате да это да это как жертвоприношения да а есть например народный праздник ворона хатл вороний день празднуется благовещение совпадает с православным праздником и 7 апреля он празднуется это мать ну начинается новая жизнь ворона это мать которая дает плодород ну как вот дает продолжение рода то есть если ворона прилетела весной ну то есть начинается бездна начинается новая жизнь хорошая есть праздник там допустим трясогуски по каждой птице есть побольше праздник комару даже вот такие вот маленькие праздники они внутри семи семей почитаются медведи очень много здесь у нас ну они будут южнее там но на территорию на севере на севере на ямале есть да в основном видео на южных лесах там где теплее где они могут и спрятаться и добыть себе если чем севернее у нас природа начинает скуднеть а медведю надо что ему надо это дерево ягоды то есть водные ресурсы чтобы можно было рыбу на пустыре он где замаскируется когда будет они замаскируются в тундре будут уже мелкие хищники песцы лисы которые крадутся в сугробе могут спрятаться песцы белые лисы знаете как охотятся лисы например они ныряют чёткий хвост который прикасается только верхнему слою снега вот это шуршание под землей ушами их просто чуть только прорывает вот ну что пойдем на экспозицию поздравляю зимой 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 запас Пошли национальных платьев, праздничных, повседневных. Обязательно будут украшены орнаментом. Орнамент здесь только для украшения. Это оберет. Также на капюшон сзади будут пришивать бутенчик, колокольчик, для того, чтобы слышали, где находится ребенок, и таким образом отгонять злых духов. Мама, в чуме ребенок, возле чумы бегает, колокольчик звенит, мама слышит, что ребенок рядом. Здесь уже ребенок постарше, по мотивам, как для взрослого. Шкура, а поверх тканевая мальчика. Здесь таким образом украшено. Сразу видно, мальчик делала, наверное, для девочки. Хотя могут и в такие же нарядные мальчики ходить. Таким образом они защищают от сглаза люди, не знаю, мальчик или девочка. Здесь представлено платье повседневное. Вот если посмотреть, те блестящие парчевые будут уже нарядные, праздничные наряды, а эта повседневная будет и более простая ткань использоваться. Нагрудные украшения у народа ханцы, тоже бутинцы, все оберегают, выкладывают. Бисер вошел, вот как пришло православие на север, и сачные сборы были, когда собирали монеты, медальоны, и начали на ткани, чтобы женщина могла у себя украсить свою семью. Нагрудное украшение называется турлопс, ханты турлопс. Обязательно платки, платки как покупные, так и шитые самостоятельно. Женщина покупает ткань подходящую, и кисти делает самостоятельно. Кисти такие, как на рыболовной сети. Вот они представлены здесь, вот такие будут длинные. И за счет таких кистей женщина исполняет танец, допустим, куронька, закрывает полностью лицо и двумя концами перехидывает таким образом всплески, как будто в брызги воды будут показаться. Здесь представлена сухонная игрушка, это летний вариант, либо длинный сезонный. Обязательно будет украшено вареньиком из меха, орламенты здесь уже как-то и бисерные, так и сухонные. То есть вот орламент оленирожки для человека, то если перевести, то это олениводок. Сюда олениводок можно перевести. Вот. Также каждая мастерица должна уметь сшить сумочки. Вот маленькая сумочка с игольницей, тут будут лежать ниточки. Если будет сумочка побольше тучи, то там будут уже лежать ткани, лоскутые ткани. Также могут быть сувенирные игрушечные сумочки, которые также маленькая девочка из остатков ткани. Ткани только из остатков ткани, которые не от платья старого используются. А вот мама шила и чуть-чуть осталось, то есть новая, которая не была использована в одежде. Такого образом можно использовать в игрушки, в национальные куклы. Таким образом, если после одежды используют на игрушку, то энергетика, которая была передана от человека к этому платью, то она может перейти в куклу. Тут самая главная тонкая грань, значит, что девочке не разрешать использовать ткань, которая была снята в платье старое, там, допустим, порвалось, то его сразу утилизируют. Вот капор зимней головной буру женщины, то есть в ягушку, платок, здесь совсем холодно одевают капор меховой, на нем бетальоны. Вот так открывается все. Здесь также представлены уже стилизованные элементы, сумочка современная, современные игольницы, элементы орнамента. Жилетка уже камуфляжная, чуть-чуть уже из стилизации пошла. Здесь бурочки, это традиционная обувь, чижики, которые сшиты шкуркой внутрь, наружу кожей. Вот тучин, вот такая уже кожа, шерсть, жанша, бусинки зимней, все, что где-то нашлось, все вот это вот пришивается, бляшки от ремней, все вот, все-все как-то сороки, все что блестящее, все нам. Вот маленькие кисы, вот кисы для постарше. Самым главным элементом для мужчин будет это пояс, он его будет всегда облегать, никогда он выйдет не опоясан из дома. Вот в народе, ну всех народов, кто носит пояса, да, у вас споясанные, говорят, достаточно собраны, да, а поясался все, и день, ладно, пройдет. Вот, и тут то же самое. Маленькие сначала, здесь, плетеные пояса, которые мамы мастерят либо сами, либо еще станка могут плести, вот, а затем уже будут пояса, которые сделаны будут с кожей, имеют элементы кости. Обязательно клык животного будет на мужском поясе, это как оберег, клык медведя или хобот медведя будет, и обязательно ножны. Ножик для мужчин это не только орудие, которое пригодится на охоте, это еще столовый перебор, потому что мужчина свой, нож использует при разрезке мяса, на сделавании оленя, это его вот никогда. и кисет, мешочек для табака, то есть, ну, или растереть руки, потому что при том, когда мужчины идут на охоту, капканы варят, чтобы запах человека с капкана сбить, и руки тоже могут табаком там или травой потереть, чтобы при установке капкана человеческий запах на капкан не перешел. Вот там представлены бульки, это уже более современные обувь, то есть подошва, шиты по колодке, растягивают. Одни мастера шьют основу, вторые уже делают подшив, то есть пришивают подошвы. А, подошва это традиционная вещь, это не стилизация. Это уже более такой современный, вот она традиционная. Подошва это современная. Подошвы уже нет. Нет, это все мягкое, то есть, чижик снизу одел, то есть, чижик это такой же носок, только как бы вывернутый наизнанку. И его сверху на вот это надевают. То есть, получается, два таких вот. Угу. В одну сторону мягко, в другую, и ноги в тепле, и при этом не мокнут. Не мокнут, да. То есть, элементы еще могут использовать при пошиве вот снизу. Что снизу сейчас? Угу. А вот шерсть здесь, и иногда еще делают просто уже обделанная кожа, то есть уплотняют подошвенные части. У южных ханты будут гетры вязаные, всегда арнаментированные. Также они будут, как мужчины, носить не кивай, но еще, чтобы ноги закрывать. То есть платье у них ниже колен, а голени еще, чтобы закрыть, давать отзора мужского. Гетры и тапочки национальные будут. Девочки тоже, уже постарше, носят игрушки. А вот, да, до пяти лет мальчики и девочки могут носить малицы одинаковые. Коми только не носят игрушки женщины. Вот немцы и факты носить игрушки. А коми носят малицы так же, как мужчины, только у них одно и то еще будет. У мужчин будет темный капот, а у женщин будет чисто белый. Таким образом они далеко определяют, кто это мужчина или женщина. Потому что они будут так же в перевалочку идти, а поясни. Ягушка, это женская, у верхней одежды. Зимняя ягушка, которая распахная и сухонная. Одна пола, вторая спинка. А под ягушкой будет платье традиционное. Так уже коллеги за мной пришли. Спасибо огромное. Это уже стилизация сделана, да. Потому что тут уже лист орнаментов, полоски шьются. Каждый орнамент у нас что-то значит, да? Да, да. Вот это что значит, видеть. Вот это рога оленя и вот это голова. Это оленеводы. Или оленевод можно перевести. Вот это локоть лисицы. Локоть лисицы? Да, локоть лисицы. Если он будет, ну вот так тут народ назвал. Если он будет еще сложнее, будет называться сложный локоть лисицы. Здесь у меня рога лося сделаны. То есть ягоды, веточки, березы, там еще что-то. Вот это все интерпретируют, они в геометрические фигуры. Ну и вообще-то не важно в жизни, в одежде, на сумках везти. И здесь вот знаю, что вот славянский, да, народ, так есть вот. Дайте внимание на одном из отношений. Есть сезонки. Ой, он чуть не выражает. Это славянский, ну, славянский и прочее. Все, мы вас уже утомили. Спасибо вам огромное. И хочется купить, а потом уже придумают, как пошить. Вот это ее самое первое платье. Я вам сказала, в 10 лет она его пошила. А вот это, смотрите, какой костюмчик солидный в уголочке. И потом сохраняйте подъемы, и потом уйдите. И потом уйдите. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!